Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию. Но резонанс вызвала не победы фигуристов, в отсутствии россиян, а ситуация, которая произошла во время трансляции этой короткой программы. Комментаторы Международного союза конькобежцев назвали Меган Дюамель словом, которое в русском языке означает самка собаки, так вот они назвали ее самкой собаки из Канады во время короткой программы. Перед этим олимпийская чемпионка Пхен Чхана 2018 года в командных соревнованиях Меган Дюамель раскритиковала комментаторов за то, что они назвали одну из фигуристок тяжелой. Во время трансляции на YouTube-канале ИСУ было сделано огромное количество сомнительных комментариев. Я обратила внимание на некоторые из них. А потом меня обозвали в прямом эфире в конце трансляции, написала Дюамель. Международный союз конькобежцев отстранил от работы двух комментаторов за оскорбления в адрес олимпийской чемпионки. Вероятно, комментаторы не знали о продолжении трансляции в прямом эфире. Международный союз конькобежцев шокирован языком, который использовали оба комментатора, и это никоим образом не отражает нашу точку зрения. ИСУ решительно осуждает любые заявления дискриминационного характера, а также предвзятые отношения. В спорте и в нашем обществе нет места оскорбительным высказываниям и поведению. Ни один из этих комментаторов не будет освещать в дальнейшем какие-либо соревнования по фигурному катанию для ИСУ. Вскоре последует внутреннее расследование. ИСУ искренне приносит извинения Дюамель за неуместное и неприемлемое поведение двух комментаторов, заявили в ИСУ. Перед тем как продолжить, хочу обратиться к каждому из вас. Вы знаете, что в ближайшие дни в России могут закрыть YouTube. Для того чтобы не потерять связь, я создал телеграм-канал, в котором буду публиковать самые свежие новости фигурного катания. Не пожалейте несколько секунд своего времени и подпишитесь на телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании под этим роликом и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем, кто уже подписался, я благодарен каждому из вас. На чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье мужчины завершили выступление в короткой программе. Три первых места заняли фигуристы из Японии Шома Уна, Юма Кагияма и Кадзуки Тамона. Российский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко присутствует на чемпионате мира в Монпелье в составе сборной Грузии. Слюсаренко выводил на лед грузинского фигуриста Мориса Квитилашвили, который тренируется в группе Этери Тутберидзе. Квитилашвили набрал за прокат 92,61 балла и занимает седьмое место. Слюсаренко также является одним из тренеров пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Решение о российских квотах на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года будет принято не раньше июня. Об этом сообщает РИА Спорт со ссылкой на Международный союз конькобежцев. Ранее стало известно, что ИСУ еще не утвердил количество квот для сборной России, которая на данный момент отстранена от международных соревнований. Решение по квотам будет принято в случае, если спортсмены вновь будут допущены к стартам. Эта тема будет обсуждаться на следующих заседаниях Совета ИСУ. Оно запланировано на 1 и 2 апреля, но решение не ожидается до следующего заседания Совета на Конгрессе ИСУ в начале июня 2022 года, заявили в организации. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о планах на Кубок Первого канала. Когда едешь со спортсменами на соревнования, то интересуют именно они и то, как они будут кататься. В этом, есть смысл нашей поездки сейчас в Саранск. На этих соревнованиях два наших спортсмена, Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко, представят новые короткие программы, предназначенные для соревнований следующего года. Мне интересно, как будут встречены эти программы. И проверить, насколько целесообразен этот достаточно нетрадиционный тренерский шаг. Заранее ничего о программах говорить не хотелось бы. Конечно, ощущение человека и спортсмена, это лирика, это их личное видение чего-то. Оно бывает разной степени накала, от размышлений до борьбы, сказал Мишин.